Поэтому давайте мы будем сейчас молиться действительно от нашей веры. Давайте просто мы поблагодарим Бога действительно за наш день. Давайте поблагодарим Бога. Каждый вспоминайте за свое здоровье. У кого из вас есть здоровье? Знаете, что есть люди, у которых его нет? И вы очень отличаетесь. Но почему мы не благодарим часто Бога за это? А потому что мы не думаем, что это Бог на самом деле. Вы помните? То есть мы не оцениваем, мы не понимаем это так, мы не видим это так. У кого из вас есть семья, там папа, мама, неважно, там брат, сестра, есть? Вам повезло. Вы среди тех немногих, у кого это есть. Понимаете? У кого из вас есть жизнь? Вот вы сегодня среди, ну, вы сегодня не вошли в состав тех нескольких миллионов, которые сегодня утром не смогли проснуться, вы в курсе об этом? Вас среди них нет, вам повезло. Вы знаете, что сегодня на разных кладбищах города Киева и вокруг Киева были похороны? Знаете об этом? Так вот, вас там нет почему-то. В Днепропетровске 30 военных сегодня похоронили, почему вас там нет? Вас почему-то там нет. А раз вас нет, что это означает? Это означает, что вам повезло уже. Понимаете, да? Поэтому еще раз, он здесь говорит, я веровал, потому оттуда я и говорил. Поэтому давайте мы будем сегодня действительно, и не только сегодня, а каждый раз, нужно молиться из вот этого, вы поняли, изнутри. То есть нужно молиться действительно, будучи убежденным, уверенным, зная о том, что в моей жизни это есть. Как это сделать? Еще раз говорю, вера приходит от слышания, а слышание приходит от чего, Анташ? От Слова Божьего. Друзья, я советую, читайте Библию, читайте Библию, воспринимайте Библию, смотрите. А, это обо мне Бог говорит, обо мне. И тогда у вас другая жизнь, у вас появляется другая молитва, тогда становится совершенно. Договорились? Поэтому еще раз, давайте будем сегодня молиться с верой. Давайте поблагодарим Бога за этот день. Поблагодарим Бога за то, что у нас с вами есть, за семьи. Каждый, вспоминайте своими словами, благодарите Бога за это.